Замечали ли вы, что вслед за сменой сезонной погоды за окном, меняется и наше настроение внутри. Это становится такое же слякотное и дождливое, нам ничего делать не хочется, и как-то и желание пропадает куда-то идти, и к чему-то стремиться, и хочется поваляться дома под теплым пледиком, попить горячего кофе. Меня зовут Оксана Клочко-Макаренко, и я хочу с вами сегодня поговорить о сезонной депрессии. Наши бабушки назвали бы это осенний хандрой. И подобная сезонная смена настроения характерна для всего живого на этой планете, для человека в том числе. Связано это с тем, что увеличивается выработка такого гормона, как мелатонин, который отвечает за наши суточные ритмы. Выработка этого гормона привязана к длительности дневного света, который мы получаем. То есть чем короче световой день, тем больше вырабатывается у нас этот самый гормон мелатонин, и тем больше нам хочется спать, тем меньше нам хочется куда-то идти и что-то делать, тем сложнее нам думать и делать какие-то аналитические выводы, и тем меньше нам нравится в принципе то, что нас окружает. Сезонная депрессия относится у нас к легким экзогенным депрессиям. То есть это те депрессии, которые возникают вследствие какой-то ситуации. Раздражитель исчезает, депрессия проходит. А следовательно, с ней мы можем попытаться побороться сами. Как это можно сделать? Например, увеличить для себя искусственно продолжительность светового дня. То есть как можно больше бывать на улице. Проводите на улице каждый свой обед, все свои выходные. Сформируйте какой-то образ жизни, который будет помогать вам как можно больше поглощать этого естественного дневного света. Замените лампы дома и на своем рабочем месте на лампы дневного света, те, которые близки по спектру к естественному свету. Таким образом мы сможем обмануть наш мозг. В зимнее время обязательно нужно высыпаться. Желательно спать хотя бы с 10 часов вечера и до 6 часов утра, чтобы организм мог отдогнуть полноценно. Поменяйте свой рацион питания. Наполните его овощами и фруктами. Желательно, чтобы в день вы съедали не меньше 400 грамм овощей и фруктов. Обязательно в вашем рационе должны присутствовать цитрусовые, бананы, шоколад. Чай и кофе тоже являются дополнительными энергетиками. Наполните свою жизнь радостью. Придумайте себе какое-то хобби. На время осенне-зимнего периода начните, например, рисовать или заниматься танцами или что-то другое. То есть что-то, что приносит вам удовольствие и повышает количество эндорфина в вашем организме. Спланируйте свой отпуск таким образом, чтобы хотя бы частично он припадал на этот осенне-зимний период. И если у вас есть такая возможность, обязательно возьмите билет куда-нибудь в теплые страны и побудьте там хотя бы несколько дней. Таким образом вы сможете восполнить этот недостаток солнечного света и как бы поддержать свой организм на несколько месяцев вперед. Ну а если у вас нет возможности поехать куда-то в теплые страны, всегда можно найти солнышко здесь. Сходите, например, в Сориарий. 10 минут в неделю вполне достаточно. Если вы замечаете, что ваше состояние не меняется, когда вы применяете вот все эти мои рекомендации, то есть ваше состояние длится больше двух недель и становится глубже, сильнее, тяжелее, то обязательно обратитесь к специалисту, к психотерапевту или психиатру. Не бойтесь этого. Ваше состояние может быть симптомом тяжелой клинической депрессии. И в этой ситуации сможет помочь вам только профессионал. Живите яркой, насыщенной жизнью. И помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok